Салюты на дневой, концерт и лодочка с алыми парусами. Так уже несколько лет в Петербурге празднуют выпускные. И именно на этом празднике жизни находился Владимир Путин в день, когда тысячи наемников из ЧВК «Вагнер» шли захватывать Москву. Еще раз, днем позорно сдаются города-миллионники, захватывают штаб Южного военного округа, взрывают крупнейшую нефтебазу, сбивают авиацию, записываются устрашающие обращения к народу. Смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. А вечером переживший смертельную угрозу Путин со старыми друзьями уже на яхте смотрит Салют. Об этом сообщил бывший главред телеканала «Дождь» Михаил Зыгар. Это праздник, наполненный надеждами. К восьми вечера уже Пригожин записал того же, в субботу прошлой. Записал обращение, где все, да, я устал, я ухожу, я останавливаю свой марш или мятеж. Значит, стало известно, что он останавливается еще за час, можно сказать, за полтора. Путина было, ну, огромное количество времени спокойно покинуть Москву, не в состоянии такого кипиша или бегства, и переместиться в Питер, там, на фестиваль «Алые паруса». Известно, что этот праздник, по сути, очередное детище Путина. В 2005-м он поручил своему приятелю-олигарху Юрию Ковальчуку возродить красивую питерскую традицию. И в тот же год распоряжение выполнили. С тех пор выпускники ежегодно получают красивую праздничную ночь, а организаторы – миллионы бюджетных рублей на проведение фестиваля. Этот праздник возрожден, он никому не был известен. Теперь картинку увидели, про свои чувства сказали. Чувства у всех, кому Путин позволяет разворовывать страну, схожие. В основном – это чувство благодарности. Поэтому в такой сложный для вождя год, особенно на фоне ареста его любимой яхты Шехерезада в Италии, шефу сделали особый подарок – новую роскошную яхту. Подарок другу и правителю, как говорят знающие люди, готовил лично Юрий Ковальчук. Строили ее то ли три года, то ли целых пять, тут версии расходятся. Доподлинно известно лишь одно – дарение состоялось. Вероятно, именно с нее Путин и наблюдал за ночными празднованиями на Неве. А его перелет из Москвы 24 июня был не бегством от вагнеровцев, как писали многие СМИ, а просто визитом к старым друзьям. И возможность посидеть на современной яхте, даже вот в Петербурге, это такой, знаете, маленький проблеск какой-то там жизни для Путина. Потому что у него вся жизнь между его резиденциями, Кремлем и все. А вот это действительно роскошь – побыть, посмотреть в приватной компании, в своей старой комариле, в старой гвардии. И там хоть немного расслабиться. И все бы ничего, но день для празднования получился крайне неудачный. Если бы это были очередные сутки, когда россияне на фронте потеряли очередную тысячу людей, никто бы и глазом не моргнул. Ну, не ценит руководитель своих подданных. Но тут-то весь режим был на волосок от смерти. Если даже в такой ситуации Путин летит пить шампанское на яхту, значит, бункерный дед либо окончательно свихнулся, либо больше не в состоянии оценивать ситуацию. Необходимо было срочно принимать меры для того, чтобы наказывать видновников, искать сообщников, постоянно держать руку на пульсе. Он просто развернулся и поехал по своим делам, как он и хотел раньше. То есть, я думаю, он просто неправильно воспринимает ситуацию. Ему кажется, что он держит все под контролем. Но, в самом деле, контроля того нету в Российской Федерации. Забавно, но даже путинский вассал Лукашенко в ситуации сориентировался лучше. Выступив переговорщиком между Кремлем и Пригожиным, именно он стал героем, прекратившим восстание. И теперь в глазах миллионов Путин трус, бежавший от бывшего повара. А усатый диктатор – герой, спасший Россию от развала. Многие говорят, вот Лукашенко, посредник, молодец, там, памятник, герой и так далее и тому подобное. Парадоксально, но логичных действий от некогда железного ПУ не последовало и после проведенного приятного вечера в Петербурге. Вернувшись на устоявший трон в Кремле, все палки полетели на армейское руководство, которое не смогло противостоять наемникам. В то же время те, кто сбивали авиацию в СРФ, убивали российских пилотов, захватывали города, пока остаются без наказания. Система как-то реагирует косо. В военных кошмарах, а Пригожин вчера был в Минске, позавчера в Петербурге, летает спокойно, все хорошо. Да, выбрасывают вагон из системы госзакуп. Сняли вывеску с ЧВК «Центр» в Петербурге, вчера убрали. Ольгинские тролли, эти Пригожинские боты, все, они там закрыты, их больше нет, их распустили. Распустили информационную составляющую Пригожину. И это, пожалуй, ярчайшее доказательство, что Путин уже не тот. Он так долго зажимал гайки, что просто не в состоянии осознать, что резьба сорвана. Его власть, да и жизнь были под огромными рисками. Но старик отправился праздновать День молодежи. И уцелеть тирану с таким километровым отрывом от реальности в сегодняшней России невозможно. Беспомощным оказался, к слову, и режим. Выяснилось, что система, выстроенная диктатором, умеет бороться с безоружными людьми, которые держат белый листок на площади, но абсолютно не способна защитить страну от реальной угрозы. Продолжение следует...